Добрый день, дорогие братья и сестры! Внутри у каждого человека борются две стихии, между которыми он сам должен выбирать. Одна из них – это влечение к Богу или к чему-то Высшему, другая стихия – это желание угодить самому себе. Праздник усекновения главы Иоанна Претечи, который мы с вами торжественно будем отмечать 11 сентября, как раз об этом. В этот день царь Ирод отметил свой день рождения убийством Иоанна Претечи. Сам Господь наш Иисус Христос говорил Иоанне Крестителе как о величайшем из всех пророков. Он был послен для того, чтобы говорить всем правду во всех обстоятельствах, невзирая на лица. Ирод не хуже других понимал, что Иоанн Креститель был праведником. Был ли Ирод человеком неверующим? Конечно же нет. В то время таких просто не было. Но его вера была очень слабой, но сильна была любовь к самому себе. Ирод сам себя обрек на вечные муки. Но многое ли он приобрел в жизни? При желании он мог бы остановиться в любой момент и исправиться, но не захотел. И каждый из нас может остановиться на тех путях, которые уводят от Бога. Но в наших силах воедино собрать всю свою веру и просить Бога о помощи. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 14 сентября по гражданскому календарю в указаниях богослужебных Православной Церкви указан праздник новолетия церковного или начало индикта. По юлианскому календарю этот день припадает на 1 сентября. Почему же Новый год, новолетие в Церкви отмечается именно в сентябре? И что такое слово «индикт»? Что он означает? Слово «индикт» в переводе с латинского языка означает «оглашение» или «указ». В Римской империи индиктион – это был период времени, по которому исчислялись года для оплаты налогов в казну Римской империи. Император Константин в 313 году издал указ, по которому Новый индиктион начинался с сентября 313 года. Однако почему Церковь стала свое летоисчисление вести в связи с римской языческой терминологией и хронологией? Дело в том, что в 313 году произошло другое событие, для Церкви даже более важное. Так как в 313 году император Константин издает «Миланский эдикт». По этому эдикту все христиане признавались как равнозначными в своих религиозных отправлениях с другими религиозными культами. Дело в том, что первые три столетия Церковь Христова находилась в эпоху гонений. Римские императоры издавали указы, по которым у христиан отбирали имущество, их мучили, стремясь заставить их отказаться от веры Христовой в пользу языческих культов. Их ссылали и казнили, потому что римские императоры видели в христианах угрозу для Римской империи, так как христиане не признавали божественный культ императора. Кроме того, к этому всему добавлялись суеверия и лжесидетельства, по которым христиан обвиняли в всевозможных преступлениях. И вот в 313 году император Константин положил конец этим притеснениям и гонениям на христиан. Все имущество, которое принадлежало христианам, было возвращено их владельцам, и на христиан гонения прекратились. В связи с этим Церковь этот год, 313, восприняла как особый год, год освобождения от гонений языческих, год победы веры Христовой над жестокостью римского язычества. Поэтому и летоисчисление началось согласно эдикту Константина Великого с сентября 313 года. Братья и сестры, в связи с этим хотелось бы отметить тот факт, что у первых христиан сознание было глубоко церковным, глубоко религиозным, основанным на вере в Иисуса Христа. И эта вера пронизывала все сферы жизни и деятельности первых христиан. Даже какие-то гражданские торжества и праздники христиане обрекали в форму христианского мировоззрения. Поэтому, братья и сестры, проводя параллель и сравнение с нынешним временем, приходится констатировать, что сейчас далеко не всегда у нас сохраняется вот это христианское самосознание. Очень часто сейчас люди не могут даже правильно сделать выбор между тем, чтобы пойти в церковь, помолиться, и тем, чтобы посидеть у телевизора. Тем более, вряд ли смогут они сделать выбор, когда, не дай Бог, станет вопрос о том, что ему избрать, веру во Христа или свою жизнь. Поэтому, братья и сестры, хотелось бы обратить на наше с вами внимание, что христианство и вера во Христа — это не какое-то хобби, это не какие-то убеждения, которые можно принимать, можно отрицать, что христианство — это не подпорка для нашей ежедневной будней жизни, что христианство — это основа, основа жизни человека, если этот человек хочет жить согласно воле Божией. И поэтому именно на христианстве нужно строить свою жизнь, на этом фундаменте веры, надежды и любви, согласно словам Спасителя нашего. А ни в коем случае ни на каких-то там, ни на богатстве, ни на карьере, ни на развлечениях и тем более пороки, как это иногда бывает в современном мире. Ибо без Господа Бога мы не можем творить ничего, как говорит нам Писание. Поэтому, если мы хотим достичь всего необходимого для нашей жизни, мы должны эту жизнь строить на твердом основании, на камне, который есть Иисус Христос. Мы все разные, но есть то, что нас объединяет. Это наша история. Это история православной церквы на наших землях. Это история героичная и трагичная. Были стороны нашей церквы, когда храмы зачинялись, святы отправлялись в ссылку. И когда храмы начинялись, то верники вратовывали не только церковные речи, они вратовывали документы. И они приносили их до дома и хавали их, для того, как потом вернуть их назад у храм. И сегодня пришел той час, когда их это уже можно сделать. И сегодня ведется праца по сбору документов по истории Гродинской православной епархии. И, паважаные браты и сестры, кали у вас дома, ци у ваших знайомых, заховываются документы по истории храма, прыхода, церквы. Мы будем вельми рады и удячны вам, кали вы гэты документы принесете ци у храм до своего святара, ци у Ольгинский храм, який находится каля Кафедрального собора города Гродно. Дякую вам за допамогу. Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры. В редакцию нашей передачи поступил вопрос от жителя нашего города Гродно, который интересуется темой катехизаторских курсов. Вопрос актуальный, учитывая недавнее начало нового учебного года. И действительно, в нашем городе при храмах существуют катехизаторские курсы для взрослых. Это возможность всем заинтересованным лицам получить начальное богословское образование. Инициатива создания таких курсов принадлежит нашему правящему архиерею Владыке Артемию. Как только он занял Гродненскую кафедру, одним из первых его распоряжений было благословение создать подобные курсы при Свято-Покровском кафедральном соборе города Гродно. И таким образом, уже более 10 лет в соборе эти курсы действуют. Действуют подобные курсы и на базе Свято-Владимирского храма города Гродно. Там они называются занеманскими катехизаторскими курсами. Проблема духовного образования чрезвычайно актуальна для нашей паствы. Несмотря на, казалось бы, благоприятные условия для развития православной веры, несмотря на то, что открываются все новые и новые храмы, люди посещают богослужения, и никто не запрещает принимать участие в церковных таинствах, все-таки духовные пробелы в духовных знаниях, они остаются. Десятилетия воинствующего атеизма в годы советской власти они не прошли даром. И огромное количество мошенников религиозных, огромное количество тоталитарных деструктивных сект и неокультов, которые действуют и пробираются в наше общество. Очередные даты конца света, которые пытаются вычислить псевдо-предсказатели, они говорят о том, что все-таки нормальных, реальных, трезвых духовных знаний о своей вере нам не хватает. И вот задача катехизаторских курсов для взрослых – восполнить этот пробел. При соборе, кафедральном соборе города Гродно, эти курсы начнут действовать с 25 сентября. Организационное собрание для желающих быть зачисленными на первый год обучения пройдет 18 сентября, в четверг собираются желающие записаться на курсы в 18.00 у входа в Святопокровский кафедральный собор города Гродно. Обучение на данных курсах трехгодичное, три года обучения. На первом году обучения слушатели постигают следующие предметы. Это священное писание Нового Завета, это литургика, то есть наука о богослужениях, и первая часть предмета, которая называется катехизис. Это вероучительная дисциплина, в которой толкуется православный символ веры. На втором году обучения слушатели изучают священное писание Ветхого Завета, продолжают изучение катехизиса, а также изучают общую церковную историю и основы церковнославянского языка. На третьем году обучения слушатели изучают историю православной церкви на Беларуси, сектоведение и сравнительное богословие. Занятия проходят по четвергам в помещении церковно-приходского дома, который находится напротив собора. Там занимаются все три курса. Начало занятий в 18.30, окончание в половину десятого вечера. В Владимирской церкви занятия проходят по вторникам. Более подробную информацию вы сможете узнать из объявлений, которые в самое ближайшее время появятся на приходских храмах, где будет содержаться исчерпывающая информация, а также контактный телефон, по которому можно будет задать все свои вопросы. Желающие получить начальное богословское образование, желающие узнать, побольше узнать о основах и истинных православной веры, найти единомышленников, найти друзей, найти братьев и сестер по вере, приглашаются к занятию на катехизаторских курсах при православных храмах города Гродно. Сегодня в качестве первой лекции для всех желающих слово о Борисе и Глебе, которое не за месяца дня престольного праздника нашей каложи, когда все просто не поместилось в один выпуск программы, ни за столетия со времен этих святых не потеряло своей актуальности и для сегодняшнего дня. Святые благоверные князья и страстотерцы Борис и Глеб это первые святые, прославленные Русской Церковью. И их подвиг, он произвел огромное, потрясающее, колоссальное влияние, колоссальное такое потрясение произвел среди их соотечественников. Почему? Дело в том, что недавно, только совсем недавно Русь приняла крещение. И вот их поведение, оно абсолютно не укладывалось еще в ту модель отношений, которые существовали в Руси языческой. В чем суть их подвига? Святые благоверные князья и страстотерцы Борис и Глеб это сыновья равнопостального князя Владимира, крестителя Руси. В обладании от своего отца они получили города Ростов и Муром и были там князьями. После смерти их отца, князя Владимира, их старший брат Святополк решил узурпировать власть, сам взошел на киевский великокняжеский трон и начал избавляться, последовательно избавляться от своих конкурентов, то есть тех, кто хотя бы даже теоретически мог оспорить право на его единую власть. В том числе в список этих людей попали и Борис и Глеб. К ним Святополкам были подосланы наемные убийцы и эти князья приняли мученическую кончину. Примечательно, что они знали о том, что на них готовится покушение, но не стали сопротивляться. Они, выполняя слова Евангелия, не пожелали поднять руку на старшего брата, а в отсутствие отца именно старший брат обладал всеми полномочиями, функциями и тем же самым авторитетом, что и отец. И вот для них поднять руку на старшего брата, это было все равно, что равносильно поднять руку на своего отца. Делать так они не стали и приняли смерть по заказу Святополка. Примечательно, что они были князьями, у них было войско, у них была дружина, и дружина им прямо говорила, заверяла их в своей лояльности, в своей верности и говорила о том, что давайте будем защищаться, давайте будем обороняться. Но они предпочли себя принести в жертву, лишь бы затушить вот это вот разгорающееся пламя межусобной феодальной войны. Потому что и тогда, и сегодня в любых боевых действиях самая пострадавшая сторона, это, конечно, мирное население. И вот в Средневековье что такое война? Это набеги конницы. Конница вытапкивает посевы, уничтожает все всходы, то есть людей ожидают голод, разрушаются селения, сжигаются селения, вводятся в плен жителей, впадают в рабство. И вот предвидев все эти последствия, не желая проливать кровь своих единоверных единоплеменников, Борис и Глеб сами себя приносят в жертву. И тем самым вот гасят в зародыше, гасят в зародыше вот это вот рвущееся наружу пламя межусобной войны. И поэтому вот это их поведение, оно было абсолютно непонятно для людей, которые только-только были язычниками и которые привыкли всегда на силу отвечать силой. Но пример Бориса Глеба показывает нам, что помимо грубой, материальной, в том числе военной силы, есть еще и сила другая, сила духовная. И вот эта сила духовная, она гораздо превосходит, гораздо превосходит грубую материальную физическую силу. И в конечном итоге святые одержали победу, потому что они не позволили войти в свое сердце зависти, злобе, гневу, ненависти, всему тому, что губит человеческую душу. А Господь сказал в Писании о том, что не бойтесь убивающих тело и не могущих повредить душе, а бойтесь как раз-таки убивающих душу. И принеся свои чистые, юные жизни в жертву во имя мира, во имя спокойствия своих подданных, благоверные князья Бориса Глеба, они выполнили заповедь Христову о самом большом виде, о самом большом роде любви, когда человек отдает свою жизнь за ближних своих, за друзей своих, за своих единоверных, за своих в том числе и подданных. И вот тут же, тут же весть о этом событии начинает молниеносно распространяться по землям Киевской Руси. Вот где та территория, где проходили события, вот связанные с убиением Бориса и Глеба, и где наш город Гродно. То есть огромное расстояние географическое по карте, но по меркам 12 века очень быстро распространяется весть о произошедшем, и уже здесь, здесь, в городе Гродно, на наших землях возникает вот эта вот церковь в честь Бориса и Глеба. И складывается культ Бориса и Глеба, и архитектурные произведения, и литературные памятники, то есть общество тогдашнее, народ, он откликается вот на это событие, которое было очень волнительным для людей, и память, память Бориса и Глеба хранится в народе, хранится до сих пор, их пульт существует, и их подвиг, он, наверное, актуален и сейчас, особенно наблюдая все то, что происходит в современном мире. Лавришевское Евангелие является уникальным памятником белорусского книгописания. Рукопись датируют XIV веком, а языковые особенности текста свидетельствуют о старобелорусском происхождении Евангелия. Его история неразрывно связана с древним сердцем белорусских земель и центром митрополии – Новогрудком. Страницы Евангелия украшены 18 художественными миниатюрами и содержат 14 вкладных записей, которые относятся к Лавришевскому монастырю. Являясь древней святыней Белоруссии, Евангелие также представляет серьезный интерес как источник исторических и культурологических сведений о нашем Отечестве. Это живое свидетельство о жизни наших благочестивых предков и христианской основе белорусской государственности. До начала XIX столетия Евангелие хранилось в Лавришевском монастыре, а после закрытия обители оказалось в фондах Императорской публичной библиотеки Санкт-Петербурга, откуда, по неизвестным причинам, было передано в библиотеку музея Чарторийских, Краков, где находится до сего дня. К настоящему времени достигнуто соглашение о фоксимильном издании Лавришевского Евангелия, что позволит прикоснуться к исторической святыне Белоруссии широкому кругу читателей. Предпринимаемые в этом направлении усилия нуждаются в вашей поддержке. Пожертвования можно отправлять на расчетный счет 301-520-515-0018 Филиал ОАО «Белагропромбанк», город Новогрудок Код 449 Республика Беларусь, Гродненская область, город Новогрудок, улица Ленина 1А УНП 590-557-014 Мы понимаем суетность и занятость современного человека. Поэтому вы можете сделать пожертвование, отправив СМС в сети МТС на номер 553. Пример 1. Начните СМС с цифры 510 и через пробел укажите сумму пожертвования. С вашего счета снимается только сумма пожертвования. Пример 2. С указанием имени для опоминания о здравии или об упокоении. Начните СМС с цифры 520 и через пробел укажите имя, пометьте о здравии или об упокоении и вновь через пробел укажите сумму пожертвования. С вашего счета снимется только сумма пожертвования. Даже малая ваша жертва ускорит возрождение наших духовных ценностей. СМС с цифры 520 СМС с цифры 520